С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 2 августа, вторник. В студии Джамиля Богомедова доброе утро. В Каспийске состоялось торжественное открытие международного военно-морского конкурса Кубок моря-2016 с участием надводных кораблей России, Казахстана и Азербайджана. Всех гостей торжества, а также военнослужащих, участников конкурса приветствовали вице-премьер Рамазан Жафаров и заместитель командующего Каспийской флотилии Сергей Якимов. В этом году в нем принимают участие подразделения из России, Казахстана и Азербайджана. Они торжественным маршем прошли по плацу. Все три страны в последние годы большое внимание уделяют своим военно-морским силам и нынешние состязания – хорошая возможность проверить боевую выучку. Обращение главы Дагестана к участникам соревнований зачитал вице-премьер Рамазан Жафаров. Второй год подряд проведения в рамках международных военных игр проведения Кубка моря доверяют и руководству Министерства обороны, и лично министры обороны Российской Федерации именно Дагестану. Мы очень рады этому и считаем своим долгом сделать все для того, чтобы ваши соревнования прошли на самом высоком уровне. Я хочу передать вам самые теплые приветствия, пожелания добра, здоровья, благополучия и успехов от главы Республики Дагестан Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича. Хочу пожелать нашим гостям приятного пребывания в Республике Дагестан. Мы все знаем, нас объединяет Каспий. Море тоже имеет свои границы, но границы Каспия для нас, для всех священные, они являются границами, объединяющими нас. И очень приятно осознать, что наше взаимодействие, что наши отношения находятся на очень высоком уровне не только в сфере экономической, в сфере гуманитарной, но и в сфере именно военных отношений. Военные состязания будут проходить в три этапа в России и Казахстане. Отрабатываться будут как навыки в стрельбе, так и в спасательных операциях. Кубок моря продлится до 13 августа. Я не знаю более дружной профессии, чем профессия моряка. Даже международные правила морской конвенции учат нас взаимопомощи, выручки. Для каждого стоящих в строю не секрет, что в открытом море мы можем полагаться только на себя и на своих товарищей. Товарищей своих профессий, независимо от флага корабля. В Дагестане продолжается третий международный межрелигиозный молодежный форум. Для его участников была организована культурно-просветительская экскурсия в Дербент. Они посетили церковь, покроя Пресвятой Богородицы, крепость на Рынкаладжу, Мамичеть и кладбище Кырхляр. Насыщенная экскурсионная программа завершилась посещением открытого недавно на территории еврейского кладбища в Дербенте памятного мемориала «Бессмертный полк» о значении форума председателя Иудейской общины Республики Борис Ханукаев. Такие встречи молодежи имеют огромное значение для духовности самой молодежи, для сближения молодежи и для взаимопонимания. И, естественно, это дает понимание для них, что все три мировые религии имеют единую суть, которые заключаются в основных заповедях, священных писаний. Делать главное – добро». Около 120 представителей государственных и негосударственных молодежных организаций, объединений и учреждений, а также специалисты органов исполнительной власти из 40 субъектов Российской Федерации принимают участие в историческом форме «Кавказнаследие», который проходит на базе лагеря «Ласточка» Карабудахкенского района. Под руководством премьер-министра Дусама Дагамидова состоялось заседание Оргкомитета по подготовке к форуму «Деревня Душа России», который пройдет 23-24 августа в Дербенте. Основная цель предстоящего мероприятия – содействие устойчивому развитию сельских территорий Дагестана и России в целом. Премьер-министр в частности сообщил, что форум проводится по поручению главы региона Рамазана Абдулатипова и в соответствии с решением комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. И выразил уверенность в том, что с учетом накопленного в Дагестане опыта, форум будет организован на самом высоком уровне. Очередная пятая межрегиональная с международным участием специализированная выставка продажа «Мебель-интерьер-дизайн-2016» пройдет с 23 по 25 сентября в Махачкале. В числе стран-участниц – Белоруссия, Китай, Бельгия, Италия, Индия, Польша, Турция. Напомним, в прошлом году в выставке приняло участие более 60 компаний из регионов России и ближнего и дальнего зарубежья. Новости культуры Министр культуры Зарема Бутаева наградила лауреатов международных и всероссийских творческих конкурсов. Среди них народный хор «Голос Равнины» Бабаюртовского района, хореографический ансамбль «Хасавюрт» и вокальный ансамбль государственного хора Дагестана дирижер Наталья Микеева. Свою лепту в сохранение традиционной культуры Дагестана вносит и группа энтузиастов, участников проекта «Этнографический костюм». Название говорит само за себя. Дизайнеры представят коллекцию национальных костюмов «Горянок» прошлых столетий. Но от привычных для творческих людей экспериментов пришлось отойти. Здесь настоящая исследовательская работа. Как она реализовалась, увидела София Кемилова. В итоге заканчивалась тем, что какие-то куски приходилось красить. Я ходила с черными руками, потому что при этом я старалась использовать луковую шелуху, траву марена. Это то, что на самом деле использовалось в традиционном костюме. Чтобы сшить эти костюмы, пришлось не только вымазать руки. Объездили все магазины фурнитуры, выезжали в высокогорные районы, изучали архивные материалы, провели ряд исследований. Прошел год, прежде чем эти манекены облачили в национальные костюмы прошлых столетий. Постарались воспроизвести не только орнамент, но и технику шитья. Создавалась конструкция исходя из чего? Вот этот прямоугольный крой, он в общем-то происходил и развивался таким образом, потому что очень экономили ткань, ничего не вырезали. Вот в основе, если мы посмотрим, это прямоугольные куски. Рукав тоже прямоугольный кусок. Создание этнографических костюмов требует не только времени и усердия, но и немалых финансовых затрат. Воплотить этот проект удалось благодаря гранту главы республики. Создание такого костюма – это действительно нужные средства. И кроме тех костюмов, там также у нас студенты принимали дипломники по ювелирному отделению. Это немаловажное значение имеет, потому что одно дело видеть костюм этнографический, и когда в дополнение идет украшение, это как бы дополняет, украшает. Украшения были обязательным атрибутом горянки. Считалось, что металл оберегает женщину не только от всяких напастей, но и от сглаза. Серебряные убранства могли себе позволить только зажиточные горянки. Могли себе позволить и золотые, но к этому металлу попросту были равнодушны. Зато каждое украшение несло в себе не только эстетическую, но и практическую функцию. Это амулетница. Мы тоже постарались сделать абсолютно так же, как мы нашли старинный образец. Украшение, ткань, орнамент, чохто. Каждый элемент несет свою символику. По ним можно было узнать социальный статус женщины. По корме чохто, по тому, как она украшена, можно было узнать. Девушка, замужем, не замужем, иногда даже сколько детей, а может быть вдова. Понимаете? Существовал язык символов. Особый шик – парчевые вставки. Их могла себе позволить не каждая модница прошлых веков. В основном из парчи делали манжеты и украшали чохто. Национальный костюм сохранил свой дизайн столетиями. Новые элементы и аксессуары начали появляться после присоединения Дагестана к России. Именно тогда горянки стали украшать себя монетками. Что у них платьица, даже у пожилых женщин, они вот так вот, знаете, в быту, они вот так вот подтыкивали платье за пояс, поднимая переднюю часть платья. Так они были подняты выше колен. Далеко выше колен. Так как в это время были модные короткие платья. Понимаете? Но они были в штанишках приведены. Мода влияет. София Каджева уже выпускница. Она одна из участниц проекта «Этнографический костюм». Если раньше больше интересовалась европейским стилем, то теперь ее взгляд на традиционный костюм дагестанки круто изменился. Сейчас по городу ходит очень много закрытых девушек, носящих арабскую форму. Целью нашего задания было именно показать, что дагестанский традиционный костюм, он тоже отвечает всем нормам исламам. Встретить девушку в национальном костюме можно разве что на сцене, но и по сей день сохранились села, в которых женщины носят традиционное платье. Авторы проекта уверены, что когда-нибудь традиционный костюм ворвется и в городскую моду. Десять золотых медалей завоевала сборная России на молодежном первенстве Европы под Хэквондо в Грозном. Кроме того, на счету наших спортсменов семь серебряных, восемь бронзовых медалей и первое общекомандное место. Дагестанские борцы Белял Маха, Магомед Курбан Алиев и Шамиль Кудья Магомедов награждены медалями Министерства обороны России за победы на шестых всемирных играх военнослужащих, прошедших в конце прошлого года в Южной Корее. И о погоде. По сообщению Дагестанского гидрометцентра, сегодня по районам республики ожидается. Местами небольшой умеренный дождь, гроза, ветер восточный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. При грозе шквалистое усиление до 13-18 метров в секунду. Температура 31-36 тепла. По Приморским районам 28-33 тепла. В горных районах 20-25 тепла. Местами 31 тепла. В Махачкале ожидается без осадка. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура 29-31 тепла. Температура воды в море 24 градуса. Вы слушали информационный выпуск Вести Дагестан.